Яркая, весенняя и весьма символичная выставка моды на ботанику ждет гостей в Центральной библиотеке. Ботанический рисунок – редкий вид искусства, который заключается в детальном, четком изображении растений. Сама история ботанической иллюстрации берет начало от античных времен и продолжается уже в наши дни. На выставке представлено 39 экспонатов, включая фрагменты сервизов, чайных, кофейных, вазы, также вышивка на скатерти, наволочках гладью и стенды, которые представляют ботанический рисунок. Профессия ботанического иллюстратора стала весьма популярной и престижной в XVIII веке. На стыке XVIII и XIX веков ботаническая иллюстрация проникает со страниц научных книг в массовую литературу. Сегодня ботанический рисунок – это элитарное, можно сказать, искусство, которое, с одной стороны, это воплощение таланта художника, живописное воплощение, а с другой стороны, это детальное, точное изображение ботанического рисунка. Постепенно растительный орнамент становится украшением одежды и фарфора, поэтических сборников и открыток. Он начинает использоваться в декоративно-прикладном творчестве повсеместно. Еще в VI веке отец ботаники Диаскорид рисовал лекарственные растения, детально изображал с точностью от корешка до вершка. Это нужно было, поскольку не было систематики и точного описания растений. Затем продолжили эту традицию уже художники эпохи Возрождения, такие как Леонардо да Винчи, Альберт Дюрер. Язык цветов, флореография, символика, значение, передаваемое различным цветам для выражения тех или иных настроений, чувств и идей. Символическое значение цветов и растений широко использовалось при составлении букетов, когда каждому из элементов композиции придавался дополнительный эмоциональный смысл. Очарование живых растений, увы, мимолетно, а так хочется сохранить их точный образ. Именно поэтому мода на ботанику никогда не пройдет.